МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каникулы только на корысть. Наши корреспонденты потекавилися, как отпочивают школьники у летних лагерах. У чужой краине, как дома, до дня беженцев у Гомеля промерковали вечер национальных культур. А зараз об этом и иншим больше подробязно. У Гомельской области до субботы уключено обвешены оранжевую зровень небезпеки. Температура протягивает быть рекорды. Месцами поветра прогреется до плюс 34. В уголе перший месяц лета у Беларуси стал аномально спякотным. В совести с долготерминовой отсутностью опадков у хлеба не хапая вильхати. По прогнозах синоптиков, только в особных районах краины в ближайший час махчимы короткочасовые дожджи. У остальных захавается сухое надворье. Такие умовы несприяльны для сельской господарки и уплываются на урожайность культур. Участки, где посевы сгорели под променями безлитосного солнца, поскоро наперосеиваются. Протягтаем мы в сюжете наших корреспондентов. Проверяем посевы кукурузы. После длительной засухи видно сразу ситуация здесь плачевная. Листья уже засыхают. Корневая система в данный момент как бы живая, но уже листья начали сохнуть. Посеянный термин, технологии выконаны. Однако вынику нема. Под пекучим солнцем земля перетворяется в пыл, а кукуруза – в солому. Урожай из этого поля придется списать. У сельгаз-предприемствия Хурыцкая в Гомельском районе таких полев кали 50 гектаров. Из кожных вилейной страты додаются. Дожжоу не было больше как месяц. Пострадали практически все культуры. В частности, мы находимся на яровом ячмене. Он также на данном участке очень значительно пострадал. Также есть участки пострадали и овесы, кукуруза, на некоторых участках тоже очень сильно пострадала на легких почвах. Ну, потери огромные. Данные участки уже сгоревшие будем закладывать силосно сенажные траншеи на корм скоту, а уже пересевать уже какими-нибудь зерн кормовыми культурами. Гомельский регион у таких умовах на дворья называют самым складанным в Украине. Аграрии навыд боятся повторения ситуации минулого года. Тогда, как не застаться без кормов, ставку сделали на кукурузу. Селитные на яе так само различуются. Поселные площади подвоили. Головная, как спякота, хоть трохи отступила. Недостаток влаги текущего года сказывается у нас и на кукурузе. Ну, хотя остается уверенность в том, что кукуруза даст свой результат. То есть это быстро растущая культура. Она в день может достигать 12 сантиметров прироста. Хотя сейчас, как я уже сказал, она отстает в росте. Примерно на текущую дату эти посевы должны быть больше метра. Ну, сами видим, какие они сегодня. С этого поля господарцы с Аградзимы различовали отрымать каля трех десятков центнеров авса. А сегодня вымышаны убирать подгорелые рослины на сенаж, каб хоть окупить затраты. Собранный овес заворошивают в вакуумную упаковку. По такой технологии заховывания кормов зараз прасуют шмат, якие господарки краины. Это оптимальный способ подбегнуть страд. Вызволенные площади терминово пересеивают просом. И оно поспеет вырасти и сформировать полноценный урожай. Для господарки с молочным профилем кормовая база. Там питание стратегичной важности. Каб не залежить от капрызов на дворье у будущей, структуру пассионных площадь пришлось переглядеть. Последние три года мы страдаем. Мы более перешли на зимы, так как они более устойчивы к этим катаклизмам. И кукуруза, структура наша, мы пересмотрели. У нас 2400 сеется кукурузы. И 2700 мы высевали зимы клин. Яровых у нас мы сошли на мизер. Это порядка 200 гектар. Страты разной ступени отзначены по всем регионам. Усяго засуха знишила каля 11 тысяч гектаров. Только в Гомельском районе, а маль полторы тысячи. Улику потерпел их так само Лоевский, Рэшеский, Хойницкий и Брахинский районы. Але специалисты, упыўнены, подстав для паники нема. Выратовывая навуковый подыход, сучасная техника и просавитость людей, які сами покутаюць аспекоты, але протягвуюць боротьбу за ураджай. Ситуация, коли за месяц выпала менш запалову, чакаемых опадкаў, конечно, неприемная, але неназвычайная. Пересевання палеткаў мера вымушанная. Однако ей продуглядели заходе и створыли необходный запас насеня. Мы каждое поле сами смотрим комиссионно и принимаем решение. Даже вот по этому поле, где мы находимся, мы вчера приехали, посмотрели, сегодня приняли решение. Мы не должны брать все поле, мы должны просто проанализировать, его часть скосить, убрать и дальше принимать решение, чтобы посеять однолетние или красноцветные. Оптимистичных прогнозов Белгидромет пакуль не дае. Спекотным ургионе будзе и наступны тыдзень. Дажжы и понижение градуса чакаюцца на приканцы червеня. Вольга Коновалова, Евген Макеенка, телерадио кампания «Гомель» припатрымцы агентства «Теленовин». Спекота отбываецца и на самачуванне людзей. У Беларусі худкая допамога у червені, каля 30-разовыя жала до потерпелых притеплавым и сонячным удары. Причым больш за треть гэтых выпадкаў у Гомельской області. Ухарачае на дворья, якое захаваецца до канца тыдня, важна выконвать шэрах рекомендацій. Не варта выходзіць на вуліцу без асаблівай патрэбы за 11 до 17 гадзін. Асаблівага эта актуальна для дзятей і пажылых людзей, а так сама тых, хто пакутуе ад сардышно-сасудзістых захворванняў. Дзержаўта инспекція рекомендуе водителям старанна контраліваць сваё самачуванне за рулем. Пусть пакуту людзі хучай стамляюцца, увага рассеіваецца, а реакція на нештатныя дорожныя сітуація значна пагаршаецца. Пры недамаганні водитель павінін спыніцца на узбочені і адпачыць. Тым, хто отшоў недахоп паветра, боль голова кружэння, за руль катэгарычна нельха. У целым нават здоровым людзям не варта долгий час знаходзіцца за рулем. Перспективныя навыково-технічныя беларускі распрацовкі презентавалі сёння у Гомілі на біржі дзеловых контактав. Улікуяє ёдзельнікаў, працтавнікі навыки, бізнесу, вытворчых працпраўўстваў, установ адукаціў і культуры краіны. На тематычной выставі некалькі праектаў адгамельчан. Тэхнічныя універсітэтэта Мясухога працтавіў распрацовку інноваційной кампютарной праграмы дзэгностыкі дзэльных рухавіков. В итоге, післе нашіх іследованиў дзізельных двигателіў, підприятие сельскаво хазяўства, ми дазны выдать методику і компьютерну праграму інтелектуальну, каторе заміняє спеціалісту, дапусям, професора Грунтовичу, она будат выдавати протоколы дефектов. Надо ли щас вести трактав ремонт, сервисний центр? Смотли он проработа, дапусям, до конца этого сезона, дапусям, пасимного или уборочного. Гэты праект распрацовываецца па заданні Міністырства сельской гаспадаркі і харчавання Беларусі. Яго лёса маль прадвызначаны. Іншы, не мені перадавыя і запатрабаванная праекты празентавалі перад патанціяльными заказчикамі і спажаўцамі. Звяршылася кангрэснае мерапраемства дзялавымі перамовамі з заключэнням дагаворов аб супрацовніцтві, а таксама падписаннім пратаколав аб намерах. Им давіраюць жыццё і здоров'я. Адзначыць дзень медыцинскага работніка. У шпіталях, поліклініках, фельдшерскіх пунктах і радзільных дамах Гомельськай в області свой доўг выконваюць каля 9 тисяч урачоў і більш як 17 тисяч спеціалістаў серэдніга медыцинскага дзялана. Даступнаці якаць паслух, выкрыстанні у діагностыцы і лячэнні найновшых технологіі гарантуецца ўсім грамадзянам. Нашы корреспондэнты наведалі адзінае ў регіоні апёковае адзяління, якае размішаецца на базі першай гомельськай гарадзкой бальніцы. Летось ўстанова адзначыла 65 годзі. Ровна ўсерэдні ёе летопису знашыцца дата адкрыця апёковага адзяління. У 2014-тым ўстрой ўвялі новы корпус. Цеперге – это шматфункціональна обласны апёковы центр. Працуя адзяління круглосударшна і окрамя непосрэдна камбудсты і лагічны дапамогі, спеціалісты аказываюць таксамы медыцэнскі паслухі палячэнні незагойных ран, проліжняў, трафішніх язву, а таксама ў в області эстэтычной хірургії. Єжыгодна в адзялінні медыцэнску ўпомащ с ажогами і обмаражэннями получат окала тысячі паціэнтав. Третьі з них – діти. У нас, помімо самого ажогового адзілення, в этом корпусі располагається реанимаціонне адзілення для ажоговых пацієнтів. Штат – двох адзілення, більше ста чіловек. Уладімір Ковалёв – загадчик адзілення анестезіології і реанимації. Был признан наставником года. Навучэнні молодых спеціалістів проводзіць звичайна за роботай. Кожен выпадок лишыць особливым і виключным. Тому починаючі врачи переймають не тільки в опыту діагностіців і ляченні пацієнтів, але і у медицинській етіці. У мене є два прекрасних наставника. Це мій перший завідувачий адзілення в реанимації із Жлобинської центральної районної больниці. Його звути Лев Тавідач Рогінський. Он зараз ще продовжає працюватися, хоча на пенсії знаходиться. І мій второй наставник – це завідувачий адзілення в реанимації Гомельської областної клинічній больниці «Мурашко Сергій Николаївич». Це прекрасні люди, прекрасні спеціалісти. Училися всіму, т.е. і медицинській роботі, і етіки діонтології, і відчування з пацієнтами, діагностіки, ліченню і людським качіством. Для діагності і лічення Гомельська городська клінічна больниця розполагає усім необхідним обсталяванням. По позабюджетній діяльності в установі виконали прогнозні показчики за 6 місяців, як по платних послугах, так і по їх експорці. Гэта перш за усе – эндопротезування тазастігнових суставів, а так само пластична хірургія на базі опекового отделення. Євгеню Кухаронак, Ігор Марышчанка, Телерадоя, компанія «Гомель». Сиротголовніх задачу стану аддукації під час летніх канікулах да помагчі батькам захаваць здоров'я і життє дзятей. Причім гэта і робота вядзеться однакчасово па некалькіх накерунках. От непосреднага узаймадзенні з дорослыми до проведення профілактичній роботи сирот-падлеткаву. Олег Синсірова знайоміся з вопытом Мазырського районам. Вопыт свечать найбільш ефективна профілактична работа проводиться у летніх лагерах, оздоровленнячих, спортивних, працівних, краєзнавчих. У Слободської середній школи кожен день починається з віде на безпеки. Правда, неглядячи на назву протягується она значно більше. У речі школьники повинні не тільки почути інформацію, але і на все життє зрозуміти, як діняшись у конкретній нестандартной ситуації. Понедельник – це минутка безопасності по електробезопасності, вторник – по пожарной безопасності, среда – безопасності на водах. Четверг, например, це буде ще газовая безопасності. Реалізація ідеї безпечного літа – садінняча занятець школьників під час каникул. Махчимось в шмат у любой навчальній установі – от доброупорадкування території до проведення познавальних екскурсій. Тут так само є варіанты. Можна розпросувати нові маршрути, а можна використовувати старі. Я ще раз нагадаюся об тим, як поводити себе у нестандартних умовах так само корисно. У нас організован і с лесхозом екскурсії, то есть у нас є свій питомник лесничества, там, де тоже дітям проводяться екскурсії, як себе вести в лесу, щоб животними, насекомыми, як правильно себе вести. Почас наведування 11-й Мазарській школи ураження, небыто занятки тут не спринялися. У лагерях розних профилів, клят 300 дітей і подлітків, у їх розні задачи відповідно шляхи досягнення, але одному це заявляється огонь для усіх лагерів. Лето повинно бути безпечним. Інструктавши, які цим літом обов'язково проводять у всіх лагерях, незалежно над їх профилю і у взрослі шкільників, як при такій аномально високій температурі повітра заховати здоров'я і підбігнути сонячних ударів. За це повинно стати правилом, уходять на вулицю безголовного убору і бутынки води, не у якім разі. От проведення тематичной дискотеки безпеки до діспуту по правилах безпечних поводину, закрытых для обмерковання тем нема. За отведнений час обмеркуватися усе, як правильно розпалювати кастер і як його потушити, як поводити себе з незалежноюми людьми, чому нега наведувати водоеми бездорослых. Веды повинні бути настільки грунтовними, як при необхідніці шкільники могли нештапорати і своїм батькам. У речі без їх допомоги заробіць літо безпечним буде тяжко. С родителями ми 23 мая проводили общешкільне собрання родительське именно по безпецісті. І по класам по всім прошли теж собрання, де цей вопрос освіщався. І пам'ятки раздавали родителям, листовки і якісь рекомендації, як себе вести, як обезпасити дітей в літній період. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадио компанія «Гомель», Мазарський район. Діти земли. Под такою назвою у Гомеля пройшов вечер національних культур. Яхо просвятили сусветному дню беженців, які означається 20 червіня. Мероприємство наведав проставник управління Верховного комісара ААН по справах беженців у Республіці Беларусь Жанны Убушарди. Гостей познайомили з творчим потенціалом людей розних національностів, які проживаюць у Гомелі. На выставі можна було убачить экспозиції, просвечені славянській, яурейській, итальянській і циханській культурам. Люді розних націй підтримлюють свої традиції, удалічі неодрадзіми, а хамельчане з цікавістю долучаються до їх. Нам 15 років, з цим недавно святковали, і за ці 15 років ми ні в одній ноти не зіграли під фонограму. Більші роки, в 49, так само не плануємо. Минулій осінні святковався така вельмі серйозна дата, 100 років, хаванагіла. Вось, і половина зала, 500 чоловік в великій зале, більше з яких білорусів, співали разом з нами, хаванагіла, давайте веселиться і святковати. Білорусь предпринимає максимально можливі усілия в плані прийома і последній адаптації біженців, ті, хто приїжджає в країну. Особенно характерно, цей вопрос був, начинай з 2014 року, коли велике кількість граждан України в'їхало на територію Білорусі. Говориться о такій цифрі порядка 160-170 тисячі чоловік, що, в принципі, чуть більше 1% населения Білорусі. І, благодаря усілям властей, голови государства були встречені. І, во-вторых, максимальна допомога, яка була можлива і була казана. Плюс к цьому, є виходці з таких государств, як Ємен, Афганистан, Сирія, які в'їжджають на регулярній основі в Білорусі. Біженці і вимушені переселенці – люди, які змінили країну проживання за погрозу для життя. Актуальні питання, які їм треба вращаць на нове місце – працеулаткавання, пошук сродка удайснавання, доступ до медицины і аддукації. Гэта і атак сама інші новини ви можете знайсці на нашім сайті у інтернеті по адресі трайноя даблі кропка цвергоміл кропка бювай. Нахай тим випуск завіршений. Дякую за увагу і до нових зустріч у ефірі. Ефір телеканала Белару 4 продолжає де-факто. В студії Руслан Габрилєв. Здравствуйте. С опасными находками лучше вести себя так, как требует закон. В этом на своєм горьком опыте убеділся пенсіонер із Светлогорского района. В містную больницу со сквозным огнестрельным ранением ноги 12 июня был доставлен житель деревни Гамза. У 68-летнього пенсіонера перебита правая большеберцовая кость. Вияснилось, що ранение он получил на собственному подворі, распиливая бензорезом винтовку времен Великой Отечественной войны. Для выяснення всіх обстоятельств на місце происшествия виехала следственно-оперативна група. Во дворе действительно лежал бензорез і ржаві части распилені винтовки. По словам как пострадавшого, так і у родственника, винтовку мужчина нашел, когда месяц назад копал в огороде яму. Мужчина отпилил часть ствола, а потом начал резать оставшуюся в районе патронника і в этот момент прозвучал выстрел. Пенсіонер не подумав, що в стволе мог знаходиться патрон, а він даже через 75 лет змог выстрелити. Достаточно большое количество находок времен Великой Отечественной войны находятся в снаряженном состоянии либо на боевом взводе. Любое нагревание, либо механическое воздействие може привести к воспламенению снаряда либо взрыву. И этот случай не стал исключением. По данному факту, районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Не исключено, что пенсіонеры за незаконное обращение с оружием могут привлечь к уголовной ответственности. В Гомеле на Моховом переезде под дизельпоезд попал 21-летний парень. Сейчас он находится в реанимации. ЧП произошло около 4 ночи. Молодой человек возвращался домой в залинейный район из центра города, слушая музыку в наушниках. Он не стал дожидаться, пока откроется шлагбаум, а пошел вперед на запрещающий сигнал светофора. Будучи нетрезвым, молодой человек споткнулся и упал. Несмотря на то, что был опущен шлагбаум, работала звуковая световая сигнализация, указанный парень не обратил внимания на это и переходил путь. Споткнулся, упал, оказался между рельсами на пути в колее, так называемый, и был травмирован проходящим вывозным дизельпоездом, который шел с Гомеля на куток. По факту случившегося проводится проверка. На железной дороге региона это уже второй в этом году случай травмирования людей, идущих в наушниках. К сожалению, первый закончился еще печальнее. В апреле в Рогачеве товарный поезд насмерть сбил девочку-подростка. В Речице в ДТП попал 57-летний пешеход, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте. Накануне около 11 вечера житель пригородной деревни Жмуроков, перебегая вне пешеходного перехода улицу Восточная, попал под колеса автомобиля Мазда 6. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения, с которыми доставлен в реанимационное отделение Реческой райбольницы. За его жизнь борются врачи. Это все, что мы успели вам рассказать за отведенное время. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Эфир телеканала Беларусь и Терегомель продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Сыграны матчи 1-32 финала Кубка Беларуси по футболу. Речицкий спутник в гостях у Виктории из Марьиной Горки победил со счетом 3-2. Представители Речицы проходят в 1-16. Остальные клубы нашей области, которые выступали в 1-32 финала, выбывают из борьбы за кубок. Светлогорский химик уступил Ашмянам БГУ ФК, а Мозорский монтажник Новополоцкому Нафтану. Оба матча закончились минимальным поражением. Напомни, еще один гомельский клуб Локомотив прошел в 1-16 автоматически. В прошлом сезоне железнодорожники добрались до четвертьфинала, где проиграли в двух матчах в Витебску. В Гомеле стартовала Спартакиада по гребле на Байдарках и Каноэ. На старт вышли более сотни гребцов 2004-2005 годов рождения из шести регионов Беларуси и Минска. По итогам соревнований лучшие спортсмены получат шанс попасть в резерв сборных команд Беларуси. Гомельскую область представляют сильнейшие спортсмены региона и победители республиканских турниров. Павел Хоромецкий, Анна Наледько, Устинья Добролет и сестры Дарья и Анастасия Селюковы. По результатам первого дня гомельские каноисты Илья Верещака и Николай Жуковец стали чемпионами на дистанции в тысячу метров. Динамовский чемпионат по мини-футболу среди силовых и правоохранительных органов завершился в Гомеле. В турнире участвовали 11 команд. По итогам соревнований третье место заняла команда Департамента охраны Министерства внутренних дел. Серебро досталось сборной областного управления МЧС. Победителем чемпионата стала команда военной части 12-42. Отмечу, в прошлом году Викторию одержала команда управления Комитета государственной безопасности по Гомельской области, забрав переходящий кубок у команды областного управления МЧС. Малые европейские игры прошли в агрогородке Новая Гута. Они собрали 240 участников в возрасте от 6 до 14 лет. В соревнованиях участвовали воспитанники специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва и ее филиалов, а также учащиеся новогодской средней школы. Юные спортсмены соревновались в легкоатлетическом многоборье, в которое вошли 4 вида. Метание мячей, бег, прыжки в длину, отжимания для девочек и подтягивания для мальчиков. Также все спортсмены участвовали в легкоатлетической эстафете и перетягивании каната. Самые маленькие участники соревнований с 6-7 лет определяли лучшего в игровой эстафете Спортландия. Всего на соревнованиях разыграли 90 медалей. На этом пока все с новостями спорта. Вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4.